Всем привет! С вами Ян Матвеев и передача «Военное положение». Путин запросил перемирия, но его не послушались даже собственные войска. В Макеевке погибли сотни мобилизованных, а в Солидарии идет активное наступление вагнеровцев и других подразделений. Разберемся, что сейчас происходит на фронте. Поговорим о поставках танков Украине и про безумие, конечно, не забудем. Но сначала я напомню, что вы можете поставить лайк этому видео, так его посмотрят вообще все. А мы начинаем. Новогоднюю неделю никаких пауз на фронте не было. Бои продолжались и все на том же участке фронта, рядом с Бахмутом и Солидаром. Позже я расскажу одну из версий, почему вагнеровцы упорно атакуют именно здесь. А пока давайте посмотрим на ситуацию. Значит, что изменилось? Во-первых, российские войска провели несколько атак. В этом районе, в этом районе и севернее Солидара. Как видите, они пытаются, пытаются, они не могут взять напрямую Солидар и Бахмут и пытаются их обойти. Шли уже бои за Красную гору, но пока российские войска там были отброшены. В этом районе тоже были столкновения. И вот как раз вот здесь. Кроме того, поступает информация о том, что вагнеровцам удалось пробиться в сам город Солидар. Но об этом чуть подробнее. Тяжелые бои все так же идут за Бахмут. И окрестности, вот эта вот вся зона, находится под обстрелами. И здесь происходят постоянные столкновения между украинскими и российскими военными. На свежем спутниковом снимке от Максар видно, каким разрушением подвергся Бахмут. Кроме того, заметно, что обстрел города ведется не точно. Бьют просто по площади, там много воронок, буквально в поле. За последние пару дней путинские части смогли продвинуться в Солидаре. ВК Вагнер ведет бой за город Солидар. Противник отчаянно пытается нас держать. Но мы продвигаемся. Но говорить, что город наш, еще рано. Понятно, что это видео не подтвержденное, но аналитики смогли примерно геолоцировать его. Давайте вот на карте Солидара посмотрим. Это происходит вот в этом районе, как раз где находится завод по производству соли в Солидаре. Тот самый Артем Соль. То есть предполагается, что вагнеровцы смогли вклиниться в украинскую оборону и занять вот эту часть Солидара. Но украинский военкор Бутусов пишет буквально сегодня, что Солидар на 95% все-таки под контролем ВСУ. Вот его фото, собственно, из Артем Соли. Думаю, ситуация пока как бы непонятная, но она должна проясниться в ближайшие дни. С российской стороны основная сила на этом участке фронта, это, конечно, вагнеровцы уже много раз об этом говорилось. Ранее все предполагали, что Бахмут нужен им в качестве такой символической победы. Но все может оказаться куда прозаичнее. Журналисты Reuters выяснили, что Пригожин просто хочет захватить крупнейшее в Европе месторождение Соли и предприятие Артем Соль. В Сирии вагнеровцы воевали за нефть и газ, в ЦАР за месторождение золота, в Украине за соль. Все, лишь бы Пригожин получал больше денег, а именно около 100 миллионов долларов в год. За это гибнут не только наемники и заключенные, но и мобилизованные, которых активно привлекают к боевым действиям на Восточном фронте. И они активно погибают в ходе обстрелов от ВСУ. На этой неделе, наверное, главной новостью стала атака батальона мобилизованных в Макеевке. Давайте посмотрим. Вот фронт, о котором я только что рассказывал. Вот этот участок, он здесь, Солидар, Бахмут. А Макеевка, это вот здесь, город-спутник Донецка, именно сюда украинцы нанесли удар. Целый батальон вместе с техникой и боеприпасами российские командиры разместили в здании местного ПТУ. В ночь на 1 января украинцы обстреляли его хаймарсами и буквально стерли здание с лица земли. Вот посмотрите на спутниковых снимках, заметно, что ничего не осталось. Украинская разведка сообщила о гибели 400-600 российских мобилизованных. Минобороны России сначала назвала цифру в 63 человека, затем увеличила ее до 89. Конечно, это заниженная оценка. Судя по всему, погибло не менее 200 человек. Обвинили во всем, конечно, самих мобилизованных. Якобы они включили свои сотовые и так их засекли в СУ. Ну, думаю, дело, конечно, не только в сотовых, ну и, возможно, вообще не в сотовых. Расположение военных наверняка подтвердила разведка прямо на месте. Но Минобороны осталось только заявить, что они вообще не знают, как мобилизованные оказались в Макеевке. Сами форму купили, приехали. Вообще какие-то не их солдаты. Также сообщали об ударах по расположению мобилизованных в Чулаковке и Федоровке Херсонской области. Украинская сторона утверждает, что там погибли 500 солдат. Но, скорее всего, это неверно. Ну, слишком тихо вокруг этого всего, было бы гораздо больше шума. Ну, вот как после Макеевки, например, там все взволновались, а тут все-таки молчат. А вот это видео из Токмака. Там разрушено здание туберкулезного диспансера, где, по информации украинской стороны, располагались российские мобилизованные. Вероятно, несколько десятков солдат. В ответ российская армия ударила по украинскому складу. Предположительно, именно эта атака попала в прямой эфир французского телеканала. Склад этот находился в ледовой арене Альтаир. И Минобороны России отчиталось, что там уничтожено скопление военной техники. Но правда в том, что это был гуманитарный склад. Вот, смотрим на фото. Видите военную технику? Ну, или, может быть, следы гибели военнослужащих? Но нет ничего. Это склад воды и матрасов. Тем временем Путин придумал очередной обман, на который никто не повелся. Его дружок и коллега по ФСБ Гундяев внезапно заявил, что надо на Рождество сделать перемирие. И Путин такой, а давайте. И приказал объявить режим прекращения огня на фронте. Вряд ли он ожидал, что ВСУ на это поведутся. Но ведь на приказ Путина положили даже его собственные военные. Вот и клоун Пушилин практически послал Путина. А в комментариях под постами о перемирии завыли сторонники войны. Михаил Подоляк совершенно верно заметил, что сначала российская армия должна уйти с украинской земли, а потом уже можно устраивать перемирие. А я напомню, что когда украинцы пытались вывести жителей из блокадного Мариуполя, российская армия регулярно обстреливала гуманитарные коридоры, срывая эвакуацию, не давая даже локальное перемирие объявить. О каком перемирии вообще может заикаться Путин, если буквально неделю назад, 31 декабря, российская армия обстреляла ракетами Киев и сделала это без сомнения по приказу Путина? Известно о гибели как минимум одного человека. Еще 22 человека получили ранения. Обстреливали не только Киев. Вот видео из Хмельницкого. Там смертельное ранение получила девушка. Позже она скончается. А ракета, упавшая на частный жилой дом, по мнению российской пропаганды, уничтожила очередную базу ВСУ. 1 января, прямо ночью, тоже был обстрел. На этот раз дронами Шахет. Но их удалось сбить. Посмотрите на этот обломок. Вот оно, истинное лицо этих мразей, обстреливающих мирных граждан. Напоследок пару слов о Лукашенко. Он снова надувает щечки. Вот даже военную форму примерил. Приехал навстречу к российским военным, которые находятся на полигоне в Беларуси. Говорит, что в таком режиме придется работать и дальше. Тем временем, российская армия перебросила в Беларусь еще около 50 единиц техники. Это в основном грузовики, Камазы, Уралы. Ну, а также, например, вот такие БТРы с радиостанциями. Пентагон заявляет, что пока все это не похоже на подготовку наступления. Ну, слишком мало техники, банально. Но они внимательно следят, как и украинцы тоже следят. Давайте поговорим о потерях. BBC и Медиазона продолжают вести подсчет. На 6 января поименно установлены 11 тысяч 9 погибших. И среди них, как минимум, 539. Это мобилизованные. По оценкам журналистов, это примерно половина от реального количества похороненных в России солдат. Ну, не говоря о тех, кто остался на поле боя. На этой неделе самой крупной единовременной потерей стала гибель, конечно же, мобилизованных из Самары в Макеевке. Редкий случай, когда Минобороны пришлось признать потери. К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Но в реальности, как я уже сказал, их может быть не 89, а несколько сотен. Жители Самары даже запустили петицию с требованием опубликовать полный поименный список погибших. Понятно, что общее число российских потерь гораздо выше тех самых 11 тысяч. Скорее всего, их больше 50 тысяч. 31 декабря состоялся очередной обмен пленными. В Россию вернулись 82 военных, при этом власти ЛНР сообщают о 41 освобожденном. Непонятно, входят ли они в общее число или считались отдельно. Украина вернула из плена 140 военных, в том числе 22 офицера. И по традиции показала возвращение своих солдат. Настроение у них довольно боевое. А теперь к технике. За 317 дней войны российская армия потеряла 1607 танков и 2923 бронированные машины, среди которых БМП, БМД, БТР, МТЛБ и другие. Уничтожены или захвачены 455 артиллерийских орудий и САУшек, а также 167 реактивных систем залпового огня. Сбиты 68 самолетов и 74 вертолета. ТАСС сообщила о поступлении в российскую армию первой партии из 10 вертолетов Ка-52М. Это модернизированная версия «Аллигатора». В сентябре сообщалось об якобы успешных испытаниях модернизированного Ка-52М в Украине, но, опять же, объективных подтверждений этому нет. Да и вряд ли модернизация поможет Ка-52, которых назбивали уже 30 штук в украинском небе. А вот еще одна важная поставка. На базу в Энгельсе, которую украинцы ранее атаковали дронами, привезли и нет. Нет, это не средство ПВО, а икона. Они взяли икону православного святого и хотят защитить ей свои ракеты, чтобы убить побольше украинцев. Я не разбираюсь в религии, но, кажется, это работает не совсем так. Тем временем в армии Украины к 7 января уничтожены 441 танк и 905 бронированных машин. Потеряны 178 артиллерийских установок и 34 системы залпового огня. Подтверждены потери 55 самолетов и 28 вертолетов. На этой неделе были анонсированы новые крупные поставки западного оружия Украине. США обещают пакет военной помощи почти на 3 миллиарда долларов. Туда войдут 50 БМП М2 Брэдли и 250 тысяч боеприпасов к ним, сотни бронетранспортеров, бронированных автомобилей, гаубицы, боеприпасы для разных установок, в том числе для Хаймерс, стрелковое оружие и пулеметы. Это вот только что видели полный перечень из вчерашнего заявления Минобороны США. Германия наконец-то передаст Украине 40 современных БМП Мардер и еще одну батарею ПВО Патриот в дополнение к той, что ранее уже поставляют Штаты. Это критически важно для защиты Украины от ракетных обстрелов по городам и объектам инфраструктуры. А Франция предоставит Украине легкие танки АМХ-10РС. Это лично обсудили Зеленский и Макрон в телефонном разговоре. АМХ-10 это такой легкий, быстрый, маневренный танк или бронемашина, кому как удобнее называть, на колесах. Его используют на пересеченной местности для разведки и поддержки пехоты. Вообще год начинается с поставок мощного наступательного вооружения, которое необходимо Украине для предполагаемого весеннего наступления. Украина давно просила у западных стран танки и, похоже, ситуация сдвигается с мертвой точки. Тем временем в Украине каждый день продолжают гибнуть мирные жители. 3 января он выпустил обновленные данные по смертям в декабре. Это 188 погибших и 613 раненых. 93% смертей и ранений стали следствием взрывов от артиллерийского и ракетных обстрелов. Всего с начала войны зафиксировано 6919 убитых и 11 075 раненых мирных жителей. Страшная деталь этой войны почти у третьей погибших даже не установлен пол. Это следствие как затрудненного доступа к информации, так и варварского характера этой войны. И мы всегда говорим, что реальное количество жертв на самом деле гораздо больше и относительно точно их удастся оценить только после завершения войны, освобождения всех украинских территорий. Путин впервые за 22 года встретил Рождество в Москве в Благовещенском соборе Кремля. И в этом соборе он был практически в полном одиночестве, не считая пары священнослужителей, которых, видимо, перед этим посадили на двухнедельный карантин. Никакой массовки, как в минувшие годы, просто одинокий старик, который всех боится и никому не доверяет. Выглядит это все максимально лицемерно и жалко, строит из себя какого-то православного, но когда ты крестишься рукой по локоть в крови женщин и детей, никто тебе никогда не поверит. Зато для новогоднего обращения Путин собрал нехилую массовку. Он обратился к россиянам не на фоне Кремля, как обычно, а на фоне военных. Вот послушайте кусочек. Западные элиты годами лицемерно заверяли на всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Практически вся речь Путина была посвящена войне, хотя это слово он произнес всего раз, говоря о санкционной войне, объявленной против России. Я хочу пожелать всем зрителям этого видео, чтобы это был последний год, когда в новогоднем обращении упоминаются там неонацисты, война и так далее. И вообще появляется эта морда. А пока Путин вещал с экранов телевизоров, над украинскими городами летели дроны, а в российских задерживали людей. Центр Москвы и Петербурга в новогоднюю ночь заполнили автозаками и полицией. Всего схватили около 2000 человек. В питерском МВД утверждают, что это был профилактический рейд против нелегальных мигрантов. Вот такой подарок к Новому году. Другой подарок сделал Рогозин президенту Макрону. Он через французского посла направил ему осколок, которым был ранен на Донбассе. Это якобы осколок от снаряда из Сау-Сезар. Рогозин таким образом пытается как бы укорить Макроны. Ну так совпало, что сразу после этого Макрон отправил Украине танки. А еще один подарок получили заключенные, которые воевали в составе ЧВК. Евгений Пригожин заявил, что первая группа зэков уже завершила полугодовой контракт, и теперь с них сняты все судимости. Вот такое напутствие Пригожин им дал напоследок. Много не бухает, наркотики не употребляет, баб не носил, не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением. Журналисты опознали нескольких осужденных, которых показали в видео с Пригожным. Среди них, например, человек, сидевший за убийство, он на рыбалке убил своего приятеля. А еще был судим за угон машины и вообще промышлял воровством. Например, украл у соседей стиральную машину. А вот это Дмитрий Корягин. Он убил свою бабушку. Не просто бабушка, а ветерана Великой Отечественной войны, чтобы получить деньги за ее квартиру. Теперь он тоже помилован. И вот такие люди выйдут на свободу и вернутся в Россию. Назовите хотя бы одну причину, почему они не продолжат совершать те же преступления, которые совершали ранее. Ну, кроме того, что Пригожным пальчиком погрозил. Разве что некоторые просто не смогут, потому что с войны вернулись инвалидами без рук и без ног. Но в России есть люди, которые, судя по всему, хотят, чтобы мужчины становились инвалидами. Например, жена командующего 2-й армии Екатерина Колотовкина. Она выступила на траурном митинге в Самаре после событий в Макеевке и призвала мужчин к тому, чтобы они продолжали идти воевать и умирать. Ни мы, ни наши мужья мы не хотели войны. Но весь Запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожил. Наш, нас и наших детей. Но я у вас уверяю, наши мужья и сыновья не допустят этого. Ну, а что, генеральше-то легко говорить. Она там сидит себе спокойненько, за своего мужа не беспокоится. Он явно не погибнет в каком-нибудь ПТУ. Ну, и если уж речь зашла о безумных обращениях, покажу вам еще одно. По совету и укропам, сдавайтесь, все ваши грехи вымерзнут в наших гулагах. И вы вернетесь чистенькими в наш русский мир, который переплавит все. Извините, конечно, за такой шок-контент с Чичериной, но, естественно, не все исполнители, если вообще Чичерину можно так называть, поддерживают Путина. Вот, например, Валерий Меладзе вызвал настоящую ярость у депутатов и сенаторов, когда в сеть попало вот такое видео. После этого Меладзе призвали лишить всех званий, присвоить ему статус инагента и вообще отнять у него гражданство. А пока российские политики заняты вот такими важными вещами, в Сибири замерзают жители. 1 января в Якутске тысяча семей осталось без тепла и света в 40-градусный мороз. Электричества не было почти 10 часов. И под Рождество история повторилась. 6 января в Якутске упала опора ЛЭП, без света остались 62 дома. А в Омской области загорелся палаточный лагерь мобилизованных. Вообще, чтобы избежать вот таких ситуаций, достаточно соблюдать всего одно правило. Это базовая техника безопасности. Надо просто не ходить в военкомат. Ну и, к слову говоря, 1 января случилась первая в этом году попытка поджечь военкомат. В Перовском районе Москвы неизвестный метнул в здание два коктейля Молотова. Пожар потушили, человека разыскивают, но, надеюсь, не найдут. И еще кое-что про те, кто протестует войне. 34 депутата Европарламента написали письмо поддержки муниципальному депутату Алексею Горинову. Он отбывает 7-летний срок просто за то, что назвал войну войной. В письме сказано, что Горинов не забыт и что он не одинок в своей борьбе. И я вас тоже призываю не забывать про политзаключенных. Пишите им письма, рассказывайте о них, поддерживайте тех, кто не боится говорить правду. На фронт пришли морозы. Конечно, не такие сильные, как в европейской части России, но все равно. Минус 10-12 это уже заметно. Слякой должна замерзнуть, дороги и поля затвердеть. Это, безусловно, упростит наступление для обеих сторон, но особенно для ВСУ. Они, в отличие от путинских частей, не расходовали свой атакующий потенциал. К тому же могут помочь новые поставки вооружения США, Франции и Германии. Не напрямую БМП и легкие танки прибудут скорее к весне, но теперь ВСУ, имея в виду эти поставки, смогут смелее использовать уже имеющиеся у них машины. Вообще, первые поставки танков НАТО, пусть и легких, там, можно не считать их танками настоящими, но все-таки. А также современных БМП Брэдли, Мардер, это прям новый шаг. И всего полшага осталось до отправки настоящих танков, Абрамсов или Леопардов. Запад верит в победу Украины и готов расширять военную поддержку. Это очень плохая новость для Путина. Еще одним мощным ударом по Путину стала массовая гибель мобилизованных. Это не просто стыдное военное поражение, это сигнал всем сомневающимся, что на войне их ждет буквально только смерть. И никто не защитит от ракеты Хаймерса. Сигнал родным тех, кто на фронте. Очередной удар по авторитету путинской армии, спасти который отчаялись даже самые оголтелые пропагандисты. Просим отозвать наших мужей с линии соприкосновений село Житловка. Мы просим наших мобилизованных отправить на линию обороны. В связи с тем, что наши мужья находятся под обстрелами со стороны ВСУ Украины, село Житловка стоят против танков и артиллерии с автоматами. В связи с этим совершенно логично вспомнить про так называемую вторую волну мобилизации. Об этом много говорят, в том числе украинская сторона, и о планах закрыть границы, и о призыве 500 тысяч новых солдат в России. Есть немало признаков, в том числе повестки буквально, которые указывают на эту вторую волну. Сам ход военных действий вынуждает Путина продолжать мобилизацию. Его армии не хватает техники. У нее нет технического преимущества. Остается одно, бросать на фронт все больше и больше живой силы, простых солдат. Поэтому прогноз простой. Вторая волна мобилизации будет, вероятно, уже в январе. А что ждет мобилизованных на фронте, вы уже знаете, раз смотрите наше видео. Смерть их ждет. Что делать? Не поддаваться, не ходить в военкомат, не брать повестку, не ехать на фронт и при любом удобном случае скрываться от мобилизации в любом виде. Не нужно умирать за Путина, за Пригожина, за другого любого преступника. Не нужно становиться преступниками. Если у вас есть знакомые, которые сомневаются в этом, расскажите им историю из Макеевки, например. Покажите это видео, другие ролики на нашем канале. Помогите нам распространить правду. А я хочу сказать спасибо всей нашей команде, которая работала над этим выпуском, даже в праздничную неделю. И отдельно благодарю тех, кто поддерживает нас на Патреоне популярной политики. Ники многих из наших патронов вы можете сейчас видеть на экране. Хотите попасть в этот замечательный список? Присоединяйтесь. Вот он настолько длинный, что вот мы все время показываем, он все идет, идет, идет. У нас уже очень много патронов, это всех нас радует, меня лично очень радует. А я прощаюсь с вами. На следующей неделе новости и военное положение уже будут выходить по привычному графику. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова